Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать о носовой сумке от фирмы Peter Tent. Вот так она выглядит. Лодка флагман 320. Сейчас очень были суровые у меня условия. На улице минус 3, закрытие сезона, конец октября. Шел против ветра. Видно, что лодка вся обледенела. Сидушки все обледенели. Сам весь тоже обледенел. Но, как видите, тут вода вся замерзла на сумке. Единственное, что у меня тут лежала камера. Блесны, в общем, вещи запасные. Замерзают молнии. Вот сейчас камеру доставал. Очень трудно расстегивать, потому что молнии прям вот конкретно замерзли. Коробки с блеснами я даже не закрывал, потому что там молнии обмерзли и даже не стал на воде пытаться. Сейчас откроем основную вот эту часть. Лишняя запчаясь. Даже подсак не гнется. Все замерзло. И посмотрим, сухо ли там. Пару раз накрывало прям конкретно. Видно, что тут тоже везде лед. Волной прям сверху. Так что жопа у меня вся сырая. Сейчас заглянем, что у нас в сумке. Кстати, сумка закрыта не очень плотно. И молния под вот этой штукой вроде как даже и не замерзла. А внутри все сухо. Вот тут у меня и еда, и причиндалы от камеры. Пожалуйста, все сухое. Запасная там фуфайка, варежки. Все сухо. В общем, сумкой этой я очень доволен. Могу так сказать. Так, наверное, показать какой там объем. Что у меня там лежит. Объем там, в принципе, нормальный. Эта сумка средняя. Вот у нее даже есть хлястик. Изготовлен на номер 5. Средняя. До этого я заказывал малую сумку. Малая сумка маловато на эту лодку. Видимо, потому что баллоны большие. Так, ну, давайте я вытащу. Посмотрим, что там у меня есть. У меня там гермомешок вот такой стоит. Это запасные вещи. Рюкзак с едой. Причиндалы от камеры. Тут тоже у меня горелка и всякая такая лабуда. И еще вот сумочка там от камеры. То есть, вот такой объем у нас. Здесь два кармана. В одном у меня блесны. Во втором тоже всякие мелочи. Закрепил очень просто. К сожалению, все замерзло. Лямки вот к поручням, к этим. И нос закрепил на стационарную. Вот это вот. Ой, тоже все обмерзло. Ничего не гнется. Пятаки никакие не клеил. Единственный, могу сказать, минус, который я заметил. Но это опять же потому, что я пятаки не клеил. Я вожу лодку на прицепе. И когда едешь там под 100 км в час, вот это место как бы все ветром играет. Задувает сюда. Но опять же, если приклеить пятаки, вот так, и вот это место растянуть как бы, то этого не будет. Ну, это, пожалуй, все. То есть, могу рекомендовать эту сумку. Очень удобно. Действительно не мокнет. Действительно защищает. Почему я вообще заморочился с этой сумкой? Потому что, вот сейчас, если бы я шел в волну в такую, без этой сумки и без... Вот у меня тут как бы еще отделение такое получается, куда я всякий вот насос, там, бензин, спиннинг запасной, такие всякие мелочи ложу. Все вещи в волну, когда трясет сильно, они все съезжают назад туда, к мотору. И получается неравномерный баланс на лодке. То есть, нос легкий, жопа тяжелая и в волну очень плохо идет. К тому же, у меня еще моторчик дохленький. Ему не вытянуть, если на корме очень много груза. То есть, надо, чтобы груз был равномерно распределен. Вот в этом очень сильно помогает эта сумочка. На этом, пожалуй, все. Буду отогреваться и пробовать порыбачить.